И сразу же в поле. В самом разгаре футбольная страда. Со рулем этой техники Александр Игоревич намотал не один десяток километров. Завести газонокосилку мы попросили его ради репортажа, хотя сегодня, говорит, не ее очередь. Подстрижка травы через день, на повестке дня, несмотря на осень, посевная. Вот таким удобрением выращивается трава на стадионе «Динамо». Абсолютно точно. И очень хорошая. Есть специальная машина, однако мастер разбрасывать смесь из азота, калия и фосфора предпочитает по старинке. А вот это как беру, вот так вот ее разбрасываю. И так почти 30 лет. По профессии военный в жизни агроном главной арены края. Александр Андреевский следит за состоянием газона. Сейчас финиш чемпионата, поле словно в шрамах. Враг травы, шипы на бутсах усугубил травму проливной дождь во время последнего матча. Наш герой уверяет, раны не смертельны. До следующего чемпионата заживет. Работает пенсионер, как и весь футбольный мир по системе осень-весна. В среднем за один чемпионат Барнаульская «Динамо» проводит дома около 15 матчей. Нагрузка на покрытие приличная, однако в умелых руках плоды дают быстрые всходы. Футболисты рады. Трава стадиона «Динамо», по заверениям игроков и тренеров, одна из лучших в Сибири и на Дальнем Востоке. Другое дело качество самого футбола. У меня дача за городом. Вельмесё вот туда. Там дача. И вот как гол забьют, иногда шум, приятные возгласы «Динамо» было там слышно. Много, говорит, воды утекло с тех пор. Девять часов примерно. Девять часов, чтобы улить вот это поле. Да. У Александра Андреевского юбилей. 80 лет. Поздравления от тех, для кого он и работает, принимает тут же на рабочем месте. Сегодня игра. Александр Игоревич ещё раз, как по заученному тексту, нарисует разметку, польёт зелёный газон и подкрасит ворота. После присядет на своё любимое место в первом ряду. Финальный свисток и снова в поле. Кирилл Политов, Андрей Печёркин. Информационный канал «Город». Кирилл Политов, Андрей Печёркин. Информационный Miscar médical. Украина. За присядуw.